Конечно, самое главное украшение любого прихода – это его прихожане. Я застал замечательных людей и белой эмиграции, и послевоенной эмиграции, и 20 лет назад новейшая эмиграция приехала. И наши прихожане за эти 40 лет показались и являются действительно людьми глубоко верующими. Особенно белая эмиграция и послевоенная эмиграция очень потрудились на благо церкви. Сначала построили один храм своими руками, затем приобрели это величественное здание в центре города с залом, с кухней, с трёхэтажной школы. И новейшая эмиграция, слава Богу, наполняет наши храмы. Так что я благодарен вот этим знакомствам на протяжении 40 лет этих замечательных прихожан нашего храма, которые всю душу вкладывали в строение нашей церковной общины. Всегда в этом приходе был прекрасный хор, прекрасная, квалифицированная регента. Всегда было очень трудолюбивое сестричество. Всегда, ещё 40 лет тому назад в школе было 120 человек. Но 40 лет тому назад 120 человек в прихожанской школе – это очень большое количество. У нас в два раза больше, но другие, конечно, времена настали. Но в то время и наша школа продолжает эти священные, серьёзные традиции преподавания закона Божия при храме русского языка, литературы, русской песни, русского спектакля. Эти священные традиции, которые были начаты нашими дорогими предшественниками, мы продолжаем. И Бог даст, будем продолжать жить по-русски, жить по-православному, жить по священным традициям русской православной церкви. Ещё одна рекламная пауза, после которой мы узнаем ещё некоторые подробности торжественного ужина, посвящённого 40-летию священнослужения бессменного настоятеля свято-троицкого прихода отца Владимира. Конечно, любое торжество предполагает не только приветственные речи, но и подарки, и даже посвящение. Пожалуйста, отъявите ответ на этот дар. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если вы хотите, я прочту гравировку. Здесь, дорогие братья и сестры, на задней стороне Христа мы выигрывали дорогому отцу Владимиру к 40-летию священнослужения от любящей паспы. Поэтому теперь мы будем всегда с вами. Вы писатель, и мыслитель, паломник по святым местам, и проповедник, и учитель, сегодня здесь, а завтра там, то вы в Москве, то на Афоне, то Ярославль, то Ростов, вас с удовлетворенным звоном всегда приветствовать готов. Хоть проживаете в Канаде, Россия – вечный патриот, и лучше нету вам награды, вас уважает весь приход. Особая благодарность была высказана здешнему сестричеству за работу на благо прихода. Анна Павловна, от лица всех присутствующих благодарим сестничество, вам выручаем это, и у тебя цветы, и у вас в вашем месте, и все святые, благодаря вам за просмотр. В праздничном концерте, который последовал после ужина, приняли участие соборный хор под управлением Георгия Скока. Они, кстати, исполнили любимую песню отца Владимира «За мило тебя снегом России» и детский хор под управлением матушки Марии Валерьевны Бахваловой. «За мило тебя снегом России» «За мило тебя снегом России» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»